МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди получателей грантов – Одинцовская клиника по лечению опорно-двигательного аппарата. Теперь пациенты с соответствующими проблемами заново учатся ходить с помощью специальных сандалей. Имитацию шагов создает воздух, подаваемый в две точки на подошве. Такие приборы помогают в реабилитации после коронавирусной инфекции. Они формируют нейронные связи ноги-голова, и ребенок понимает, что такое ходить. Особенно тот, который никогда не ходил, и очень хорошо людям после инсульта точно так же восстанавливать свои прежние навыки, которые были ходить, учат ходить заново с нуля. А еще клиника получила региональную субсидию. Это позволило приобрести иммерсионную ванну. Аппарат создавался для реабилитации космонавтов после полетов. Теперь он доступен для юных и взрослых пациентов и позволяет им полностью расслабить все мышцы, снять хроническую усталость, повысить иммунитет. При этом собрать пакет документов для заявки на субсидию совсем несложно. Существует определенный пакет документов, которые мы должны собрать. Главное не лениться. Все думают, что очень тяжело собираются этот пакет. Нет, один раз собравши, вы потом себе заложите будущее в том, что вы сможете пользоваться этими мерами поддержки. Впервые получил областную субсидию и Центр физической терапии и реабилитации в Одинцове. Она позволит приобрести необходимое оборудование. Центру нужна специальная беговая дорожка для детей-инвалидов с низкой скоростью, кушетки с электроприводом, еще одна виброплатформа. Немецкое оборудование, оно, конечно, нужно в таких центрах, потому что не все мы можем сделать руками, как бы не хотели. Есть большое количество различных локоматов, которые разрабатывают деткам суставы, не дают возможности формироваться контрактурам. Это тоже все очень нужно, и купить это все на свои средства практически не представляется возможным. Сегодня в центре работают 4 реабилитолога и логопед. Специалисты предпочитают мягкую, но эффективную реабилитацию. Для этого имеется бассейн с фасолью, разнообразные качели и профессиональное оборудование. Седло, беговая дорожка, виброгантели и виброплатформы. Ведь 90% пациентов – это дети с ДЦП, различными генетическими синдромами, расстройством аутистического спектра, задержкой моторного и речевого развития. Есть детки, которые дают неожиданные результаты. Вот недавно у нас была девочка с генетическим синдромом. Собственно, дети в этом синдроме начинают ходить в 5 лет. Но мы к тому моменту диагноз не был поставлен и пошли в 2. Но, конечно, такие результаты не то, чтобы это ежедневные наши будни, чаще всего это работа, многолетняя работа с некоторыми детками. Занимаются с малышами и в частном детском саду в Голицыне. Опытные воспитатели и педагоги организуют самостоятельную детскую образовательную деятельность. Благодаря господдержке и социального предпринимательства, в том числе во время режима самоизоляции весной 2020 года, все сотрудники работают уже не первый год. У меня ни один сотрудник ни разу не засомневался, стоит ли оставаться рядом со мной. И за это я очень хочу поблагодарить. Мы ни одного человека не потеряли. Мало того, что мы после открытия, когда разрешили эти работы, у нас как раз и пошли новые проекты, такие вот, в которых мы сейчас развиваемся. Совсем недавно детский сад и образовательные центры получили муниципальную субсидию в размере чуть более 2 миллионов рублей. Эти средства пошли на аренду, ремонт, заказ мебели, переустановку кабинок в туалете для детей, закупку средств, санобработки помещений и нового оборудования. Кстати, субсидию здесь получают уже не первый год. Покупаем интерактивные доски, покупаем ноутбуки учителям, поменяли мебель. Мы закупили много дидактики. Мы свои тетради выпускаем. И как раз там эти деньги пригодились очень. Мы напечатали литературу для занятий. Деньги очень, кстати, надеемся, что эта поддержка останется. Поддержкой государства пользуются и инновационные предприятия. Региональную субсидию в размере около 900 тысяч рублей предоставили предприятию по производству подшипников в Одинцове. Средства пошли на покрытие расходов, связанных с лизингом дорогостоящего оборудования. Обрабатывающий центр с удобным сенсорным экраном управления появился на предприятии почти год назад, в марте 2021-го. Этот станок – один из лучших в мире, надежный и позволяет выполнять различные задачи с высокой точностью. Мы очень благодарны городу Одинцово и Одинцовскому району, который приютил нас и разместил это предприятие на своей территории. Здесь очень комфортно работать, очень удобный подъезд, очень внимательные люди работают в администрации. Здесь первыми в стране и вторыми в мире начали делать подшипники всех типов и подпятники для погружных нефтяных насосов с применением композитных материалов на основе углеволокна. Пока используют импортный материал, но планируется, что к концу года в России появится и отечественный аналог. Компания просто обязана предоставлять уникальный и качественный продукт и постоянно развиваться. В прошлом году мы приобрели установку, кроме вот этого обрабатывающего центра, мы приобрели установку плазменного нанесения фрикционных материалов на поверхность подшипников. Это уникальная установка, она позволяет делать подшипники без Ласовкиного гнезда. У нас есть целая программа развития, поэтому не хватает средств, возможностей. Надо зарабатывать деньги и вкладывать в производство. Однако поддержка необходима не только молодым предприятиям, но и более крупным, существующим на рынке уже не одно десятилетие. Областную субсидию на модернизацию оборудования уже второй год подряд получает компания по производству профессиональных пластиковых вешалок. Уже несколько лет завод размещается на территории Одинцова. Сегодня здесь производят более 150 видов вешалок с различными декоративными покрытиями для крупных сетевых магазинов, бутиков, для дома. С компанией работают все крупные бренды, которые представлены в России. Здесь производят порядка 70% всей подобной продукции. Работа ведется круглосуточно. В месяц получается около полутора-двух миллионов вешалок. При этом используют только высококачественное сырье. Полистирол, да? Да, 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 полистирол. Вот такой он, и это очень хорошее качество его. То есть качество, которое плохое, его сразу видно. Видите, тут все, ну условно, вот гранулки, гранулки прям, они все-все-все-все-все-все одинаковые. Чем больше таких гранул, тем легче станку. Ведь забор сырья ведется автоматически. На изготовление одной вешалки в среднем уходит около 30 секунд. Каждый так называемый термопласт-автомат рассчитан на одну, две или четыре пресс-формы. Всего таких машин 14. Еще одна отправлена на доработку. Все оборудование импортное. Из Италии, Германии, Кореи. Поэтому предприятию очень важна поддержка государства. Последние несколько лет мы активно стараемся этим пользоваться. Нам очень помогают. Хорошо, что эта история открылась, она есть. И она действительно работает, она действительно помогает. Тубсидия позволяет частично вернуть средства, затраченные на приобретение оборудования. В этот раз ее потратили на новый термопласт-автомат и чиллер. Холодильное оборудование, которое охлаждает все станки. По мощности примерно в шесть раз мощнее, чем холодильник, который стоит за ней. Рядышка. Да. И она как раз рассчитана на большее количество станков. И за счет нее мы сможем в том числе покупать новые термопласт-автоматы. И они тоже будут охлаждаться. И как раз это все работает как некая синергия друг с другом. При этом, несмотря на удобство организации работы по подаче документов на региональном портале госуслуг в режиме одного окна, необходимо уделить особое внимание подготовке договоров, платежных поручений, накладных. Нужно всегда очень правильно и четко писать все формулировки в нужных полях. И тогда все решения будут принять в виду. Отдельное спасибо хочется сказать нашим кураторам, которые всегда очень подробно нас консультируют по всем возникшим вопросам. Оказывать поддержку бизнесменам в Одинцовском округе продолжат и дальше. Получить все необходимые услуги и консультации для открытия и ведения своего дела предприниматели могут в Центре «Мой бизнес», Торгово-промышленной палате и Администрации Одинцовского округа. Субтитры создавал DimaTorzok